Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у меня очень короткое видео. Как и обещал вчера по просьбам зрителей, подготовил две таблицы, в которые внес информацию по подключению всех четырех типов светодиодных индикаторов с общим катодом, которые присутствовали у меня в роликах. В первой таблице подключение разных типов светодиодных индикаторов к Ардуино, а во второй катетине. Обе таблицы можно будет скачать по ссылке в описании к ролику, а сейчас немножко комментариев к таблицам. Начнем с первой таблицы. Здесь в первой колонке тип светодиодного индикатора, а если точнее, то на сколько цифр он рассчитан на одну, на две, на три или на четыре. Дана картинка светодиодного индикатора, а сегменты цифры обозначены буквами. Следующие две колонки это соответствие пина индикатора и буквы сегмента индикатора. В четвертой колонке показано, с какими пинами Ардуино я соединял пины светодиодного индикатора в своих роликах. Пятая и шестая колонка это подключение Ардуино Уно к светодиодному индикатору через двиговый регистр. Соответственно пятая колонка подключения к светодиодному индикатору пинов Ардуино Уно, а шестая колонка подключенные пины с двигового регистра. Распиновка с двигового регистра также есть в описании. И конечно от схемы подключения зависит и код скетча и как мы представляем каждую цифру в соответствующем массиве. То есть данная таблица подходит при использовании скетчей из моих видео. Скетчи тоже разместил в описании к этому ролику. Во второй таблице представлено подключение тех же самых светодиодных индикаторов, но уже к микроконтроллерам семейства Атетини. Атетини 13, 25, 45, 85. Первые три колонки идентичны первой таблице, а в 4 и 5 колонки показаны задействованные при подключении светодиодного индикатора пины Атетини и сдвигового регистра. Впрочем пины сдвигового регистра задействуются те же самые, что и в случае с Arduino Uno. В обоих таблицах речь идет о светодиодных индикаторах с общим катодом. Надеюсь таблицы будут полезны. Они формата А4, так что можно распечатать и будет хорошая шпаргалка. В следующем видео, которое выйдет на выходных, еще будет немного теории. Поговорим чуть подробнее о принципах работы сдвигового регистра и о последовательном их соединении, чтобы можно было с помощью одного микроконтроллера управлять несколькими светодиодными индикаторами. А на следующей неделе перейдем к практике и создадим одно интересное устройство на основе светодиодного индикатора и Атетини 13. Спасибо за просмотр. До новых встреч.